Свою историю библиотека в деревне Мильково начинает с 1957 года. Специально для учреждения был построен домик с читальным залом и хранилищем для книг. Читателей насчитывалось около 300 человек. Хранителями книг здесь более 50 лет была одна семья. Становление библиотеки началось с Ларисы Неробеевой, которая своим кропотливым трудом прививала окружающим уважение к книге. Наша героиня Лидия Мешкова, дочь Ларисы Ивановны, с малых лет практически жила в библиотеке. До ночи зачитывалась произведениями литературы и помогала матери оформлять новые поступления. Настало время, и Лидия Владимировна пришла на смену матери. Когда я в 1981 году пришла в библиотеку, здесь был фунт 10,5 тысяч, были самые дефицитные книги. Тогда эта литература была только в библиотеке. Никто не мог себе не позволить найти. Сдавали макулатуру, собирали газеточки, там все что угодно, чтобы только какой-нибудь дюма, какой-то жульверно поставить себе на полочку и прочитать. Это было очень престижно. В 1989 году библиотека переезжает в новое здание и соседствует с досуговым центром. Рождается ряд совместных проектов. Театрализованные обзоры книг, выставки творческих работ и игровые программы для детей. Многое, что придумано Лидией Мешковой, стало традицией и существует по сей день. Любовь к книгам она пронесла через всю свою жизнь, считая свое дело важным и необходимым в современном мире. Лидия Владимировна признается, что может с закрытыми глазами найти любую книгу. Вот я даже сейчас помню прекрасно, где какая книжка лежала и какой у нее корешок. И по этому корешку я могла определить книгу. Вот, если я читателю говорила, так, вот там полка снизу, вторая, вот, там находится Гоголь. А мне вот нужна ВИ. Я говорю, так, она в сборнике вот этом, у него корешок желтого цвета. Библиотекарь должен хорошо разбираться не только в литературе и искусстве, но знать условия хранения книги, особенно древних и редких экземпляров, ведь они составляют часть нашей истории. Лидия Владимировна рассказала, что работа в библиотеке невероятно интересна и при этом очень трудна. Но она ни разу не пожалела, что связала свою жизнь именно с книгами. Это прекрасная профессия, которая никогда не исчезнет. Библиотекарь будет всегда, и книги будут всегда. По состоянию здоровья наша героиня несколько лет назад передала пост заведующее учреждение Анне Шмелевой Михайловой. Но дело, которым она жила столько лет, горит до сих пор. Таких людей вот сейчас еще много, да, которые сохранят нашу память. Это знаете, вот как у Брейдбери. Я книгу знаю наизусть. А человек знает нашу историю наизусть. Все, что проходило у нас в поселении, что у нас проходило в районе. И таких людей сейчас нужно поднимать, искать и показывать, и дорожить ими. А еще Лидия Мешкова поделилась своей заветной мечтой – объединить детей со всех ближайших деревень любовью к книге. Я очень хочу, чтобы на этом месте был дом Книжкин, где живет мой Дадыр, Айболит. Я говорю, вот точно так же здесь. Пускай центр досуга занимает это помещение. А вот Книжкин дом будет здесь. Здесь будут знать, что вот это стоит пряничный дом. Вон этот домик Книжкин. Трудовая семейная династия – это гордость любого дела. Прививать любовь к книгам, учить бережному отношению к ним – профессия, достойное уважение. Это яркий пример для всех нас.